Занимались всякими вещами, чем занимаются подростки. Немножко хулиганили. Я не верил, что советское государство может разрушиться. Мне чеченские какие-то милиционеры одели торт на голову в центре Москвы в ресторане, с криками, вали отсюда. Нас на самом деле не так плохо, как в советское время. Это однозначно не так. Все реформы, которые наше правительство в течение 4 лет инициировало и внедряло в жизнь, Путин поддерживал. Без исключением одной. Детство очень простое в советское время, необычного подростка. Да, это подмосковный городок был в то время. Подмосковный городок. Там было всего 5 школ. Хотя городок не совсем маленький, но я учился в одной из этих школ. Как все подростки того периода времени, увлекался разными вещами. И музыкой в том числе. В то время, что превалировали, скажем так, это Битлес, Криденс, Манкес. Вот такая музыка больше танцевального плана. То, что на школьных вечерах всегда нужно было организовывать танцы. Ну, сильно увлекался, скажу, и радиотехникой, увлекался автомобильным делом. Значит, у меня там с 15 лет были юношеские права. То, кто с опытным водителем-то имел право ездить в то время, в советское время сейчас нельзя, в то время это можно было. Занимались всякими вещами, чем занимаются подростки. И немножко хулиганили, и что-то немножко развлекались. Значит, городок небольшой, какого, правильно говорить, никакого криминала, конечно, там не было. И я уже оттуда уехал в начале 90-х. Оттуда уже переехал в Москву. В то время уже Солнцево было районом Москвы уже. Поэтому, скажу так, у меня воспоминания самые такие позитивные. Потому что Солнцево рядом, Солнцево был лес. Сейчас называется Сколковский парк. Это было прямо через лесную дорогу. Сейчас сегодня Сколковский парк. А раньше это был наш Солнский лес. Там на лыжах мы все время катались зимой. И летом отдыхали шашлыки, жарили. Это такой парк отдыха. Поэтому такие у меня совсем хорошие воспоминания о том подростковом периоде. Кем вы мечтали стать в детстве? Я поступал для того, чтобы получить специальность. Я стал инженером-проектировщиком автомобильных дорог, мостов, туннелей. И работал по специальности несколько лет. Ездил на изыскания. С стеодолитом, с нивелиром ходил по лесам, по полям. Проектировал, сидя за Кульманом, проектировал, чертил и делал эти проекты. По моим проектам построены две дороги. Один раз я уже даже дорос, был начальником изыскательской партии. Потом уже работая в системе госстроя СССР в проектном институте. И потом уже меня пригласили работать в Госплан. И там уже нужно было дополнить мое инженерное образование экономическим. И я вот закончил эти высшие экономические курсы Госплана СССР. После этого уже работал в Госплане в экономической сфере. Потом стал уже работать с зарубежной частью. Я был начальником под отдела промышленно-разных стран. Это то, что называлось Большой Семеркой. Сейчас это по-прежнему называется. Сотрудничаю с этими странами. Я был успешным, скажу так, сейчас называется чиновник. А в то время был успешным таким специалистом. Партию уступил как раз в системе госстроя. В то время, скажем так, никто там никогда... Там не было таких, что где-то кто оторвался сильно в партию. Там принимали мало очень в партию. И тогда это было, по-моему, в 70-80, наверное, в 79-м году где-то так. Я не верил, что советское государство может разрушиться. И не верил, что, например, ленинский орган Госплан может исчезнуть. Потому что уверенность в существовании вот этой системы была настолько сильная, что, ну, оказалось, это все незыблемо. Я вам говорю, почему я вступил и в партию. Потому что это была одна партия, но это был элемент, скажем так, профессионального отличия. Что ты вот уже даже вот и плюсом, помимо того, что хороший инженер или хороший экономист, плюс еще и член партии, у тебя, значит, есть какое-то еще движение, ты можешь двигаться дальше. Еще в детские годы, я помню еще там с 5-6 лет, с отцом мы слушали то, что называется вражеские голоса. Отец у меня, кстати, участник войны. Брал Берлин и после войны еще работал 4 года в Германии. Вот он у меня по образованию учитель математики. Там он занимался тоже этой сферой, подготовив то, что называется, ГДРовских кадров для того, чтобы они могли своей страной руководить сами. Ну, это такое сейчас смешное, это кажется. Но в то время это так звучало. И когда, вот я помню, что в начале 60-х мы с ним слушали эти вот голоса, я даже помню этот кризис, Карибский кризис 62-го года, как всю ночь переживали мы с ним, значит, да, что он очень эмоционально воспринимал, что вот там участник войны, а там, помните, это было на грани войны. Да, и, конечно, это были очень большие переживания. Да, ну, познакомился уже впрямую с западной жизнью я тогда, когда я начал ездить за границу. Это, по-моему, был где-то 85-й год, наверное, может, там 86-го где-то так. Во-первых, то, что они не враги, можно было понимать еще во все те годы, 60-е, 70-е, 80-е, не выезжая из страны, это однозначно, поскольку никаких вещей или действий, которые бы унижали советских граждан или угрожали бы им чем-то там, так сказать, их существование, такого не было. Было противостояние руководителей и концепции властвования. И, ну, люди многие не задумывались, конечно, так глубоко на эту тему, но смысл-то был в этом, влияние в мире. И вся политика советского государства строилась на расширении влияния коммунистической идеологии. Отсюда же появился Афганистан и все другие проблемы. И когда все это рухнуло, там половина Африки просто, так сказать, освободилась от этого, так сказать, проблемы коммунистической идеологии и тоталитаризма, который был насаждался. Но, безусловно, это элемент такого страха, скажем так, он везде витал, но я думаю, что у многих он просто отсутствовал. Отсутствовал реального страха. Страх больше был от власти. Потому что все знают, и есть семьи, у которых предков просто репрессировали. Если не расстреляли, то в тюрьму бросали, в колонии, в поселение, в лагеря. Поэтому у многих в советское время это ощущение присутствовало. Это был шок. Я работал в Госплане, это был шок. И, как я сказал, я не мог поверить в то, что под давлением общественного мнения просто люди требовали от власти перемен. И что под этим давлением власть может так просто рассыпаться. И страна, которая казалась мощнейшей, незыблемой и с огромным репрессивным аппаратом, стала разваливаться. И сами участники репрессивных органов стали переходить на сторону народа и не исполняли приказы по избиению или, не дай бог, еще стрельбе по гражданам. Это на глазах была для меня шокирующая вещь. Это был перелом моего мировоззрения. И с тех пор, конечно, я понял, что общественное мнение, давление на власть – это главный инструмент. Это главный инструмент помимо выборов, которые записаны в Конституции. Просто общественное мнение, давление через улицу, давление на власть. У нас на самом деле не так плохо, как в советское время. Это однозначно не так. У нас сегодня несравнимо лучше, чем в советское время. И у нас есть люди, которые живут зажиточно и живут нормально, и которых есть что терять. В начале 90-х была одна главная реформа, Гайдаровская реформа 92-го года. Это фактически переход сразу, переход к свободному рынку. Не плавный, а сразу. Это и привело к обнищанию и так далее, и так далее. Люди, когда вспоминают лихие 90-е, когда им было плохо, они вспоминают именно это, что они вроде в один день утратили все свои накопления и так далее, и так далее. Но реформы, настоящие реформы, чуть-чуть они были в 96-м году, после выборов, в 97-м чуть-чуть они были. И потом реформы были уже в мой период, это 2000-2004 год. После моего ухода никаких реформ не было вообще. Была попытка провести одну реформу, социальную реформу, в 2005-м году. Но ее даже никто не объявил, не смог сформулировать, назвали ее просто монетизацией льгот. Ни президент, ни премьер-министр, никто из министров не был назначен ответственным за реформу. Люди мне даже не объяснили, зачем это нужно. «Напрасный труд? Нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея». Федор Тютчев. Эта цитата Тютчева, безусловно, говорит о том времени, когда большинство населения нашей России не понимали и не верили в те идеи, в те ценности, которые носители либеральной идеи пытались им рассказывать. Это было для них чуждо. Либеральные ценности вновь отходят на такой, скажем так, в сторону, маргинальные становятся. Поэтому, конечно, эта цитата в какой-то степени сегодня опять становится актуальной. Многие, или, скажем, процентов 40-50 российских граждан не воспринимают и не желают жить по тем принципам, по тем ценностям, которые сегодня в мире называются либерально-демократические. Не в плане названия партии либерально-демократической, тем более в России, потому что это имитация или профанация. Тем ценностям, как устроен мир. Устройство мира сегодня, или цивилизованной части мира, европейской, североамериканской, это, конечно, это либеральные ценности, это либеральная демократия. Это было в 2006 году уже. В 2006 году я и тогда еще Гарри Каспарова были инициаторами марша «Не согласны». Это были первые массовые манифестации на улицах Москвы, и были первые избиения демонстрантов. Тогда это было удивительно, тогда были первые, скажем так, как власти не понимали, что люди по зову совести и сердца могут выходить на улицы и требовать совершенно справедливые, выставлять совершенно справедливые требования к власти. И сначала первые два марша нас не разгоняли, а потом начали просто людей избивать. После этого эта волна ушла. Я, по крайней мере, нам не давали санкции на эти акции, но я не возглавлял и не призывал людей выходить на несанкционированные, для того, чтобы избежать как раз избиения, столкновения с полицией и посадки в тюрьмы и так далее. Вас когда-нибудь арестовывали? Нет. Пытались, но не смогли один раз. На одном из марши не согласны. Прежде всего, я занимался профессиональной деятельностью. Я не занимался политикой, и не мечтал, и не думал, что когда-либо буду этим заниматься. Поэтому я был начальником подотдела, начальником управления, начальником департамента. И в то время, поскольку я еще занимался связями с зарубежными странами, тогда уже возникла проблема у нового российского государства, проблема долгов и вообще финансирования бюджета. Когда спад промышленного производства был очень сильным, буквально за 6 лет примерно 30%, и я занимался, будучи начальником департамента, а потом уже стал заместителем министра финансов, занимался как раз вопросами внешних отношений, финансовых отношений. Я занимался проблемой российских и советских долгов, в то время пока только советских долгов, и на самом деле мы за буквально 10 лет сделали серьезную трансформацию. И тогда мне удавалось не просто договориться об отсрочках платежей, но и пересмотре, а даже с частными кредиторами, банками, с лондонским клубом, даже и нам простели 35% долга. Почему меня, так сказать, и ценили, меня назначили изначальника департамента замминистра, потом первым замминистра, потом я стал министром финансов, это президент Ельцин, я не хотел становиться министром, он меня, ну не то, что там уговорил, но просто несколько раз он мне предлагал, я видел разницу, замминистра, ты профессионал, министр, ты уже полуполитик, я не хотел переходить в эту категорию, и отказывал Борису Николаевичу несколько раз, третий раз он меня просто уже в 99-м году, ну не принудил, но очень настойчиво, так сказать, прошу вас занять этот пост, значит, и уже став руководителем правительства в 2000-м году, конечно, те реформы, которые я считал необходимыми, меня Путин почему и назначил, я ему сразу же сказал, что я согласен при условии, что вот такие-то реформы правительство будет проводить, он обещал их поддерживать, эти реформы, кстати, он исполнил это обещание, он все реформы, которые наше правительство в течение четырех лет инициировало и внедряло в жизнь, Путин поддерживал, без исключения одной, реформа газового сектора, Путин не хотел, чтобы Газпром расчленялся. Познакомились мы где-то, наверное, в 96-м, в 97-м году, когда Путин еще был зам мэра, так, по-моему, назывался там зам мэра в Петербурге, да, он приезжал в Москву по разным финансовым делам, я как замминистра с ним встречался, там, кредиты предоставляли перед выборами, которые были в то время выбором мэра, когда Собчак проиграл, Путин приехал в Москву, ну, в Москве так особо не видел, до того, как он не стал в правительстве, в котором я был министром, он стал директором ФСБ, тогда мы уже встречались, как члены одного правительства встречались, вот, уже будучи, работая вместе, он президентом, я премьер-министром, у нас были очень хорошие отношения, скажу так, по той простой причине, что инициативы, которые нужно было проводить в жизни, в экономической, социально-экономической жизни, Путин их поддерживал, у нас было единство взглядов, я, так сказать, только поэтому я и согласился, и он обещал это делать, и первые, скажем, три года у нас было все неплохо, за исключением некоторых моментов, например, разногласий по, что делать с НТВ, например, по разногласий, что делать с, как ликвидировать ситуацию с заложниками в Норд-Осте, да, я тогда был против штурма, и я был отправлен за границу в командировку, чтобы я тут, скажем так, не очень вмешивался в процедуру, так сказать, организации освобождения заложников, и потом были разногласия по реформе газового сектора, потом были разногласия по отношению к Украине и Белоруссии, у нас накапливались такие разногласия, почему у нас не образовалась тандема, потому что у нас разные взгляды, я уже сразу после, так сказать, первого года совместной работы понял, что взгляды у Владимира Путина иные, чем я думал, я думал, что он, как и я, будучи чиновниками в советском государстве, мы трансформировались и верим теперь в идеалы демократического государства и рыночной экономики, оказалось, что не так, я работал в гражданском ведомстве в госплане, а он работал в военном ведомстве в КГБ, и оказывается у него мировоззрение, он просто, так сказать, имитировал, хотел выглядеть так, и он понравился Ельцину, исходя из его имитации, он правильно просто себя преподносил. Это был 2003 год, когда началось давление на бизнес, и ЮКОС был первым примером, я не понимал так, почему это происходит, значит, Путин, вы помните, может, это совещание, по-моему, в феврале 2003 года, когда он отчитал публично под камеры Ходорковского за его высказывания в отношении коррупционных вещей, происходящих в государственной системе, в нефтяной, в нефтяной сфере, вот, но потом, когда началось уже, так сказать, уголовное преследование компании, я просто не понимал, почему так, как я с прокурором требовал объяснения, там объяснения были какие-то такие, скажем так, нефундаментальные, более того, они были липовые, я публично даже выступал, что это ерунда полная, потому что им инкриминировались неуплата налогов за прошедшие периоды, когда закон, разрешавший минимально платить налоги, был принят и действовал, да, я и мое правительство боролось с этими законами, потому что они были приняты, в 99-м году той коммунистической думе после кризиса 98-го года, контроль в думе был за коммунистами, этим пользовались все нефтяные компании, но выбор пал у правоохранительных органов на Ходорковского, видимо, как на менее сговорчивого олигарха того периода времени, вот тогда у нас получилось большое разногласие. Ну, тогда у меня отношений вообще никаких не было, я первый раз увидел когда я был премьером, когда было, скажем, падение цен на нефть, и я спроводил совещание с руководителями нефтяных компаний, и потом уже, потом, когда началось давление на ЮКОС, но сейчас он на свободе, и время от времени, когда я бываю за границей, иногда мы там, пускай, встречаемся, нормальные такие отношения, скажем так. Если мы не координируем, но обмениваемся, когда встречаемся, обмениваемся, скажем, оценками, собственными оценками происходящего, значит, у него в основном, правильно говорить, информационные ресурсы, которые он наращивает, и они сейчас стали более заметны, и заметны, и многие читают их, ну, я не считаю, что они какие-то суперрадикальные, но они такие правдивые, и действительно ориентированы на демократического читателя. В партии он не хочет, мы его еще, когда был жив Борис Немцов, мы его приглашали, он не хочет заниматься партийными вещами, он так прямо и сказал, вот он занимается информационными ресурсами, и помощь политзаключенным, финансируя адвокатов, или там предоставляя какие-то там, ну, субсидии организациям, которые занимаются защитой, ну, юридическим, адвокатским организациям, которые занимаются защитой политзаключенных. Ну, с Борисом мы знакомы давно, еще с тех пор, когда он из Нижнего Новгора приехал в Москву, он был сначала министром, потом первым вице-премьером, я был просто замминистр финансов, но, поскольку без финансов ничего не происходит нигде, поэтому мы часто с ним общались на разных совещаниях, ну, потом, после, после уже кризиса 98-го года Борис попал вместе с Кириенко и с Хакамадой, они получили мандаты, попали в государство, и Гайдар тоже, они стали, создали фракцию СПС в Государственной Думе, я должен сказать, что на это фракция для меня была, скажем так, основой проведения реформ через Государственную Думу. Сначала, даже на стадии еще до внесения правительством каких-то законопроектов в Думу, я общался с ними, хотя фракция была небольшая, но очень такая громкая и инициативная, да, и потом уже на базе, на базе, скажем так, общего понимания нашего, уже мы строили уже коалицию под каждый закон. У нас не было большинства, там реальное было сложное положение в Думе, там было много разных партий и фракций, и под каждый законопроект, будь то там пенсионная реформа или налоговая реформа, которая до сих пор, ее показатели до сих пор успешно работают, это нужно было создавать коалицию из разных-разных политических групп. Это была такая реальная политическая работа. И, конечно, Борис, в то время играл ключевую роль, он был лидером фракции, играл ключевую роль в этом деле, он инициативный, громкий, открытый человек, реальный политик, и, конечно, очень такая была совместная хорошая работа. Потом уже Борис, после того, как в третьем году, не в третьем, прошу прощения, в седьмом году тоже его партию СПС сняли с выборов, он тоже занялся реальной оппозицией, скажем так, жесткой оппозицией, тогда мы с ним уже решили, там еще был Владимир Рожков был, мы создали партию народа и свободы Парнас. В тот трагический вечер, это было в 11, позже 11, после 11.30, примерно, я уехал домой из города, и вот уже перед подъездом позвонит его помощница Бориса, что Борис убит на мосту, я не доезжаю, разворачиваюсь, значит, еду опять снова в город, и потом через 20 минут я, так сказать, был уже на месте гибели, уже была полиция, скорая помощь, тело еще лежало, я вот стоял около тела, около головы Бориса, значит, ну, мысль такая не промелькнула, скажем, что я следующий, значит, но меня всячески давали же об этом понять, и то, что когда Кадыров продемонстрировал в своем, по-моему, это было в Инстаграме, маленький, маленький видеоролик, где на меня наводится, я изображен в прицеле снайперской винтовки, значит, и говорится, кто не понял, тот поймет, это было не просто, так сказать, ощущение, а просто прямое предупреждение, прямое предупреждение о том, что я следующий, да, это так было, или когда мне чеченские какие-то милиционеры одели торт на голову в центре Москвы в ресторане, значит, с криками, значит, вали отсюда, значит, из России, значит, это прямое предупреждение, это не просто предупреждение, это просто, так сказать, насилие. Любой человек имеет боязнь, это значит, человек ненормальный, если он не боится ничего. Я отношусь к нормальной, я так же боюсь. 22 поправки, две из них относятся к социальной сфере, которые, по мнению авторов, должны как-то обрадовать граждан, 20 поправок, они относятся к одному, к усилению власти президента, расширению полномочий. Фактически, если эти поправки будут приняты, по ним глава государства, президент, становится и главой исполнительной власти, сегодня не является главой исполнительной власти. И часть полномочий правительства переходит к президенту, часть полномочий конституционного и ферриховного судов переходит к президенту, Это будет новая должность. Эти поправки изменят конституционную роль должности президента. Это будет новая должность, несравнимая с должностью, которая сегодня называется тем же словом президент, но она другая. Вы начали меня спрашивать сетаты Тютчева про либерализм. Вот она сейчас хорошо сюда встраивается вновь. Если мы ее сейчас зададим, то мы получаем ответ. Все зависит от людей. Люди не хотят, не готовы и не хотят ничем рисковать. А многие просто не хотят даже задуматься об этом. Им удобнее просто будет как будет и так далее. Это значительная часть населения. Активная часть населения, 30-40%, которые верят нам, но боятся это высказать публично, прийти на выборы или прийти на улицы. Но терпение у среднего класса, я думаю, не закончится никогда, потому что имущество не закончится и то, что ценно, оно не исчезнет. Но когда количество бедняков превысит какие-то пределы, вот тогда это будет левая революция. И мы, как партия, скажем так, ну, буржуазное слово не современное, значит, либерально-прогрессивного такого развития на основе рыночной экономики и частной собственности инициативы, мы как раз не хотим таких изменений. Не хотим изменений через революцию. Поэтому мы хотим заставить власть задуматься о том, что путь к революции – это крах для страны, разрушение страны, что нужно начинать расслабление ситуации, позволить оппозиции прийти в Думу, она не получит большинство сразу, но позволить влиять на политический курс, на политический курс страны. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Ну, время воспитания родителями нельзя пропустить, поскольку тогда формируются вообще взгляды на все происходящее, отношения к другим людям. Это главный период времени, и я время от времени сверяю свои действия, например, с теми рекомендациями, которые мне давал отец и мать. Ну, больше даже в степени отец, поскольку он, так сказать, ближе был к политике, будучи директором школы, как бы он понимал отношения людей, что в обществе происходит. Поэтому этот период очень-очень важен. Нельзя его от этого, скажем, от отцовства, от периода воспитания нельзя, конечно, абстрагироваться и менять свои подходы. Как узнать, какие люди для тебя самые нужные? Те, которые время от времени всегда приходят на помощь или по твоему призыву появляются для того, чтобы поделиться с тобой радостью или помочь преодолеть какое-то горе, которое у каждого человека бывает, время от времени появляется в своей жизни. Конечно, когда десятилетиями ты дружишь с людьми, пускай ты не с ними встречаешься каждый день, но они регулярно появляются и приходят тебе на помощь, и ты приходишь к тебе на помощь, это и является дружба. Таких людей не бывает много, но у человека 10 таких людей бывает. Как понять, какое дело изо всех самое важное? То, на что ты веришь, что оно нужно не только тебе, но и окружающим, не только тебе и твоей семье, но и окружающим, и окружающие не, скажем, не относятся к этому негативно, они понимают, что хорошо тебе от твоего дела, хорошо и им. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!